астезиология и ренематология, патологическая анатомия, рентгенология, радиология, ультразвуковая диагностика, радиотерапия, урология, эндоскопия. Также мы реализуем программы аспирантуры по направлениям клиническая медицина, фундаментальная медицина и биологические науки, это радиобиология. И по основным актуальным направлениям онкологической науки мы реализуем огромное количество программ повышения квалификации. В рамках работы Ассоциации директоров институтов онкологии и радиологии у нас функционирует такой проект, как «Школа Адиор». Мы его начали в ноябре 2019 года, и за 2019-2020 год обучение прошли 11 специалистов из стран СНГ, в том числе из Республики Узбекистан 7 человек, Таджикистан 3 человека и 1 человек из Украины. Направление обучения самое актуальное именно в онкологии – торко-абдоминальная онкохирургия, хирургия молочной железы и кожи, органов головы и шеи, женской репродуктивной системы, лекарственное лечение онкологических заболеваний и палеотимная помощь. В 2020 году мы открыли программу двойной ординатуры совместно с Ташкентским государственным стоматологическим институтом кафедры онкологии. Мы приняли пятерых первых специалистов на обучение по программе ординатуры «Онкология». Реализация программы стартовала сначала в Ташкентском институте, второй год обучения в ординатуре они будут проходить у нас. Разницу в учебных планах и совпадение учебных планах мы перезачтем все это с помощью взаимного перезачета учебных дисциплин. Национальный медицинский исследовательский центр является одним из крупнейших ведущих научных центров Российской Федерации, поэтому имеет широкие возможности для проведения научных исследований. Наверное, именно поэтому он настолько востребован именно в части программы аспирантуры. Программы аспирантуры мы реализуем и для граждан Российской Федерации, и для граждан зарубежных стран. Так у нас на сегодняшний день проходит обучение три гражданина Киргизской Республики и один гражданин Республики Узбекистан. Темы научных работ в основном касаются хирургического лечения онкологических заболеваний, но они все высоконаучные, находятся на передовой онкологической науке. Для специалистов, которые уже имеют образование в области онкологии, но являются или молодыми специалистами, или специалистами уже с наличием стажа, опытными, мы можем предложить широкий спектр стажировок на рабочем месте. МИДС-радиология располагает новейшим оборудованием и научно-педагогическими кадрами. В частности, у нас есть современные радиотерапевтические установки, протонный радиотерапевтический комплекс, он один из немногих в Российской Федерации. У нас в центре существует создан симуляционный центр, который укомплектован широчайшим спектром симуляционного оборудования, который позволит специалистам усовершенствовать навыки лапароскопической хирургии, онкологии и урологии, ультразвуковой диагностики и интероперационной ультразвуковой диагностики, проведение пункции под контролем УЗИ, проведение анестезиологических манипуляций и отработка общеврачебных навыков. Одним из важнейших направлений, которые мы развиваем, это, конечно, организация внеучебной деятельности. Мы уделяем огромное внимание тому, чтобы учащиеся, которые к нам приезжают из стран СНГ, чувствовали себя частью нашей профессиональной большой онкологической команды. И после стажировки увозили с собой не только какие-то профессиональные навыки, которые они получают в процессе обучения, но и воспоминания о каких-то мероприятиях именно в кругу коллег-друзей и обзаводились новыми профессиональными контактами. Спасибо большое за внимание. На слайде представлены наши контакты. Если будут вопросы возникнуть, мы будем рады на них ответить. Елена Петровна, спасибо большое за вашу презентацию. Презентация также будет сохранена под трансляцию.